так теперь наверное проще всего начать с следового снаряжения такая наиболее общая тема с одной стороны наиболее важная из того что из того что мы будем говорить на такая наиболее емко другой стороны я думаю что мы закончим относительно не поздно так из ну по порядку что будем относить к ледовому снаряжению сказал ледовое хотя конечно подразумевая снежную снарягу то есть все с чем мы работаем на снегу льду для передвижения для организации страховки и так далее в основном старался честно говоря вообще и в там в прошлый раз и сейчас показывать вам снарягу которая но не с витрины грубо говоря из магазина которая реально работала чтобы вы видели как она повреждается или не повреждается или еще что-то ну к сожалению не все оказалось дома выяснилось что я не настоящий смысл дорога у меня нет самая главная но самая такая основная вещь которая применяется для передвижения по наиболее часто нам встречающимся в горах снежно-ледовому рельефу достаточно пологому по ледникам по снежникам и так далее это ледоруб вот у меня в руках самый такой классический все его держали думаю что основные ну из чего все ледорубы будут состоять независимости от того это супер современный классный ледоруб гривель или старый ледоруб даже еще не судареферский а там с тисовой рукояткой лопатка клюв штычок и древко соответственно конструкция примитивная придумана много-много лет назад и в принципе глобальных изменений она не претерпевает какие требования к нему вообще говоря предъявляются так как он служит для передвижения первую очередь по пологому рельефу то есть мы не подознаем что с этим инструментом мы будем ходить там с ледовые стены или пытаться залезть отрицательные какие-нибудь ледовые карнизы он служит в первую очередь в качестве средства страховки на снегу служит в качестве но в каком-то стиле в каком-то смысле как альпиншток то есть тросточка на самом деле для передвижения по пологим ледникам чтобы вы не потеряли равновесие с рюкзаком там на скоском льду на кошках или без кошек и так далее соответственно именно для этого служит штычок чтобы он достаточно хорошо входил и так как мы все таки используем его для передвижения по каким-то пологим или не длинным стенкам в общем обрезинка рукояти достаточно функциональная вещь просто удобно работать все-таки на каком-то более-менее наклонным рельефе какие требования предъявляем прочность прочность клюва разумеется поэтому практически у всех современных приличных ледорубов клюв будет кованый какие какие еще бывают бывают кованый бывают прессованный прессованный гораздо менее с точки зрения механики механических нагрузок гораздо менее прочной и склонен гнуться например какое-то время назад альва титаниум тоже наш уральский производитель делал титановый ледоруб у которого отлично гнулся клюв но связано это было именно с тем что к сожалению там кованый титан не всегда не делается в общем самые популярные сейчас ледорубы практически все там что петель что ну петель шарлет модер что гривель у них у всех кованые кованые клювы кованая лопатка соответственно тут с прочности вопросов не возникает дальше так как используем в качестве страховки на снегу как именно это делаем самый простой вариант забивается рукояткой в снег по самой неболуся и в качестве страховочного страховочной точки используется вот это вот отверстие которое практически на всех ледорубах разумных будут подходить под карабин не всегда это удобно иногда здесь просто в этой точке будет стоять ваша самостраховка соответственно в этом варианте самый удобный вариант страховки на снегу мы кладем на снег большой карабин там hms и забиваем ледоруб прямо в него и уже этот карабин служит качестве непосредственно точки страховки самые такие популярные вещи соответственно для этого необходима определенная прочность рукояти все ледорубы современные европейские тестируются на нагрузку в 350 килограмм на излом рукоять в принципе этого достаточно для такого рода страховки когда вы используете такого рода страховку на снегу имейте ввиду что на самом деле она не то что психологическая но глобально нагрузки такой вариант такая точка страховки держать не будет что имею ввиду под глобально если на эту точку приходится динамический рывок скажем там человек прилетевший с фактором близким к двум в 90 процентах случаев ледоруб вырвет чертям то есть в целом нагрузка на такую точку не будет превышать допустимое 150 максимум 200 килограмм исключениями являются те случаи когда мы ледоруб взбиваем скажем в трещину ледника в принципе такое бывает соответственно в этом варианте ну да там она будет держать но обычно если есть лед жесткий то можно вкрутить ледобур можно организовать как-то иначе точку таким образом еще раз просто что хочу подчеркнуть на снегу ледоруб конечно является средством страховки но страховки фиговый и его необходимо так или иначе чем-нибудь усиливать как его в принципе можно усилить например если снег рыхлый если ледоруб там вообще очень очень плохо держит первое самое простое попытаться сделать снег не таким рыхлым делается просто как грабли вы топтыватель яма забивается опять снегам свежим опять вытаптываются и так далее так далее получается когда мы так какая тупо об там у тупо в этом отделе снег получается среди пухло в рыхлого снега получается такой как будет топтанный столбик соответственно забиваем ледорубку именно в этот столбик имеет надо иметь ввиду что диаметр вот этого вытоптанной площадке должен быть ну не меньше хотя бы метра потому что иначе это все опять же будет сноситься это первый вариант самый простой к сожалению опять же не всегда возможно в разумное время настолько хорошо утоптать снег второй вариант это забивать ледоруб а второй вариант это называется тросик оболакова если я правильно помню классические названия что он из себя представляет тросик который идет ну или репшнур или там лучший кусок основной веревки который идет прикреплен к штычку ледоруба идет до кольца посредине кольцо может быть любое используется кольцо темляка и дальше от средины ледоруба идет уже в качестве точки страховки соответственно ледоруб забивается глубоко достаточно и от средины его они от верхней части идет оттяжка для страховки такой ледоруб ну примерно в полтора раза повышает свою свою надежность и третий вариант который наверное самый надежный из того что можно придумать из страховки именно ледорубом на снегу это т-образный якорь т-образный якорь ну из названия понятно в принципе тоже идея оболаковской оттяжки за средину ледоруба только ледоруба забивается максимально глубоко вот так горизонтально в снег то есть просто грубо говоря закапывается чем глубже тем лучше и вот такой ледоруб вытянуть уже гораздо сложнее но все равно вся снежная страховка очень зависит от снежных условий и в целом не рассчитывайте на то что ледоруб глобально будет выдерживать большие нагрузки чаще всего честно говоря наверное ну как ни странно с этим может быть больше сталкиваются туристы чем альпинисты но тем не менее там в альпинизме частенько это тоже бывает соответственно для разных методов усиления станции на снегу на станциях чуть попозже поговорим на снег просто очень специфическая такая область часто используют такие комбинированные станции то есть например используется т-образный якорь то есть ледоруб загоняется вот так вот снег закапывается дополнительно усиливая еще ледорубом поставлен вертикально то есть получается такая двойная дублирующая дублирующая станция неким дальнейшим развитием этой темы актуальным например в бизингах бывает очень потому что иногда на снежных склонах очень сложно там что-нибудь придумать являются так называемые снова пикеты вот это вот картинка снова пикета какие они бывают фабричные пытливый российский ум посмотрев на это дело поймет что в принципе это не что иное как дюралевый уголок с тросиком и он будет принципе прав при всей простоте конструкция но я думаю что любой более менее активно ходящий альпинист не раз встречал ситуации когда он реально будет ну если не спасать жизнь то очень и очень и облегчать очень хорошая страховка на снегу забивается во первых даже в те места куда очень сложно загнать ледоруб загоняется как угодно там молотком чем угодно в принципе не очень жалко особенно если это не покупалось в магазине за 60 евро делалось самими из дюралевого уголка как честно говоря для например таких вот времен как мая июнь ну для вот наших кавказских условий очень рекомендую то есть зависит конечно от маршрута но в целом действительно очень часто они очень очень сильно облегчают жизнь по сути дела на снегу дают более-менее приличную страховку ну и в общем простая и относительно не тяжелая штуковина разумеется везде с собой не потаскаешь но в общем маршрут уже читаем описание понимаем и следующая вещь это называется снежный якорь чуть чуть более уникальная штука но скажем так более редко используемая в россии я честно признаюсь я своей жизни на практике вы не использовал ни разу но проходил когда в шамане лавинную школу мы там на протяжении полутора дней учились его ставить оказалось не такая простая штука соответственно что собой представляет кусок дюралевой лопаты он примерно таких вот габаритов в реальности такой штука с длинным металлическом тросиком но он порядка двух на трех метров тросик металлический который уходит от середины смысл в том что на склоне этот якорь загоняется в год достаточно глубоко там на глубину порядка метра полутора скажем так и располагается и соответственно траховка идет естественно за этот металлический тросик который проходит сквозь снег причем загоняется он ну если мы вот так вот представим склон да то загоняется он вот под таким вот углом не перпендикулярно склону ни в коем случае а вот под таким углом тогда когда мы грузим его за вот этот тросик он только глубже заходит в снег основная ошибка почему я говорю что долго довольно его пришлось учиться ставить вообще был ну так чтобы он ставился быстро и правильно потому что в первую очередь хочется его воткнуть куда-нибудь поглубже и скорее всего его ну интуитивно пытаешься воткнуть перпендикулярно склону после этого при нагрузке когда реально кидаешь ну там чурки не было накидали бочку такую большую он вылетает отлично так высоту метра два то есть довольно большое усилие соответственно чтобы он не вылетал а еще глубже загонялся и хорошо держал его нужно загонять так вот немножко под острым углом к склону в этом варианте держит большие нагрузки динамические рывки там с фактором 2 и в принципе наверное самая надежная штука на снегу то есть если реально предвидите сложные снежные условия в общем это будет оправданная вполне штука вопрос можно как вытащить правильно заводом вернуться наверх и вытяните он это не средство сама спустя то есть это если идете наверх то есть это надежная станция для лидера потому что срываться с хорошим фактором на ледорубах ну лучше не грузить как средство но тут почему почему это принципиально когда мы спускаемся нагрузки на станцию на самом деле небольшие то есть нагрузки большие на станцию происходит если эта станция будет грузиться рывком лидера если мы просто на ней дюльферяем ну нагрузка там на 100 килограмм усиленные снежные там какой-нибудь хитро сблокированные несколько ледорубы вполне эти 100 килограмм держит на самом деле даже с излишком больше жестком снегу 150 килограмм это такая тестовая нагрузка на ледорубный крест который всегда удерживает люди больше 150 килограмм даже с рюкзаком ну горы но редко ходит то есть достаточно большая вещь дальше ну в принципе наверно скажу всем известную конструкцию но на всякий случай чтобы быть уже до конца честным схема ледорубного креста чаще всего для спуска последнего то есть что делаем если мы по снежному склону дюльферяем долго и и муторно соответственно забивается ледоруб в качестве чаще всего в карабин в качестве основного средства страховки ставится перпендикулярным у на поверхности прямо еще один ледоруб а веревка привязывается достаточно хитро то есть одна веревка привязывается просто к карабину крепится чем в которую за в которой забит ли дару и служит перилами веревка сдергивающая привязывается к штучку проходит через верх ледоруба проходит через вот этот ледоруб который лежит перпендикулярно этому на поверхности и уходит вниз также принципе не обязательно основняк использовать можно использовать шестер Ну, как угодно. Штек только тянется сильно. Соответственно, когда мы спускаемся, мы грузим ледоруб за верхнюю часть, ну, то есть за несущий карабин, никаких проблем нет. Опираясь еще на горизонтально вбитый, все нормально. Когда мы сдергиваем где-то там снизу, в 50 метрах, мы дергаем за эту сдергивающую веревку, нагрузка идет уже не сюда, она идет вырывающая. То есть она идет на штычок ледоруба вверх. Соответственно, это все дело отлично выскакивает. Ну, только дергать нужно вдвоем, на самом деле, как минимум. Обязательно. И после этого с криками «Кия!» уклоняемся от летящих по 100 леторуб. Ну, я не очень сильно шучу, потому что, честно говоря, летят они довольно страшно. Не могу сказать, что абсолютно безотказная схема, но в целом при некотором опыте, при некоторой тренировке достаточно хорошо работает. Так, это все по поводу снега. В целом, вообще, по поводу снега, плохо на нем страховаться. Лучше не ходить. Никто четкой границы между ледорубами и как бы следующим классом, то, что мы называем чаще всего ледовыми инструментами, конечно, не проводит. То есть, нет такого, что вот это вот еще ледоруб, а вот это вот все уже жесткий инструмент. Соответственно, грани довольно плавные. Есть раздел так называемых технических ледорубов, которые служат в качестве, например, второго вспомогательного инструмента на каких-нибудь стенках. Или, ну, то есть, какие-то более крутые склоны позволяют преодолевать и так далее. Чаще всего они отличаются более острым углом атаки, то есть, клюв более агрессивно загнут, и чаще всего изогнутой рукояткой. Вот у меня в руках такой классический, что называется, чуть-чуть более технический ледоруб. Но основная задача ледоруба, это все-таки возможность страховки на снегу хоть какой-то. Соответственно, сильно изгибать ручку ледоруба не рекомендуется, потому что он теряет свою основную достойность. Дальше. Инструменты. Ими имблигион. Их очень много разных. Соответственно, что это такое? Это уже некий девайс. Девайс. Раньше назывались они шакалами, там всякие агрессивные названия были в моде. Соответственно, это девайсы, которые служат для передвижения по крутому льду, по отвесам, ну, иногда, что неприятно, по нависаниям и так далее, и так далее. Соответственно, что они собой представляют? Это уже не средство страховки на снегу. Если на снежном рельефе приходится страховать, честно говоря, он уже нормальной точкой страховки из него сделать практически невозможно. То есть, так уже будет больше психологическое. Он характеризуется довольно достаточно сильным изгибом древка и чаще всего определяют, ну, такой показатель, который называется нерусским словом «клиренс». В принципе, идея такая же, как у машины. Что это такое? Ставим инструмент вот так на стул и от точки касания клювом стола проводим перпендикулярно вверх. И вот чем длиннее вот это вот расстояние, тем удобнее будет с этим инструментом, ну, при прочих равных, разумеется, работать на крутом льду. Ну, такая достаточно показательная штука. То есть, в целом определяет, ну, степень кривизны древка, что называется. Разумеется, это не панацея. Инструмент даже с очень большим клиренсом, если он разбалансирован, с ним будет работать гораздо хуже, чем с балансированным, менее агрессивным. Ну, такая. Два пальца к носу можно представить таким образом. Так, соответственно, изгиб древка, агрессивный клюв, это все понятно. Что важно, когда смотрим на инструменты, выбираем для себя, для наших деятельностей и так далее. Защита рукоятки. Может быть, разная. Самая простая, вот такой вот курок защиты мизинца. Чем помогает? Во-первых, при работе на вертикале, рука, какая бы она сильная и здоровая ни была, альпинисты слабые, но ледолазы сильные зато. У них все равно руки, так или иначе, с древок сползают. Поэтому, работать с инструментом, даже в темляке, с такой поддержкой руки на два порядка легче. На два порядка. Особенно это актуально на длинных стенах. Первая особенность этого курка, этой защиты. Вторая вещь, при работе на крутом льду, такая самая частая травма, это удар по мизинцу. Очень болезненно, особенно если холодно, то просто очень неприятно. Соответственно, эта защита руки все-таки в большой степени это облегчает, эту задачу. Она делает практически невозможной страховку на снегу. То есть, загнать инструмент в таком виде в снег, более-менее жесткий, это работа для настоящего мужчины. Не бывает чудес, не бывает универсальности, к сожалению. Естественно, если мы ставим такие вещи, то мы подразумеваем, что мы идем в какой-то серьезный ледовый рельеф. Чаще всего на таком рельефе залежей снега не происходит. Если происходит, то печально. А вот этот курок, он снимается, да, я так понимаю? Да, это съемный, конечно. Ну, здесь два болта просто он снимает. Но все равно он снимается не на маршруте. Почему? Нет, ну, по-моему, на маршруте, в принципе, проблем нет. Ну, вообще, на практике, особенно, если вещь идет не о выездах, там, куда-нибудь на водопады, а на маршруте, набор шестигранников, ну, то есть, под конкретные точки шестигранники и ключ гаечный под кошки и под инструменты. Всяк оно с собой имеешь. То есть, в принципе, снять его на маршруте никакой проблемы не представляется. Это, конечно, редко делается. Чаще меняется клюв, когда он ломается. Но, в принципе, лучше с собой иметь. Вот такие вещи. Дальше. Второй вариант поддержки. Ну, это уже такой, более ледолазный прикол. Хотя, в принципе, тоже почему бы и не альпинист. Мысль идет дальше. Если мы все равно потеряли возможность страховки на снегу, ну, давайте накрутим на рукоятку еще больше всякой фигни. Курок. Соответственно, это поддержка указательного пальца. Во-первых, лучше рука стоит на инструменте, проще. Во-вторых, возможность перехватываться рукой, то есть, держать, например, достаточно устойчиво ручку выше. Это иногда на не очень легком рельефе, чаще всего на водопадах, на глотах. Глот – это такая ледовая речка, чаще всего в скальном камине, достаточно широком. Ну, то есть, на сложном льду это часто бывает весьма актуально. Так же, как и перехваты за верхнюю часть инструмента. Соответственно, разные варианты поддержки, разная кривизна рукоятки и так далее. Следующее. В отличие от ледорубов, где, в принципе, на клюв нагрузка относительно небольшая, здесь, так как речь уже идет о том, что постоянно идет при работе нагрузка на клюв ударный, часто, особенно на миксовом рельефе или на тонком льду, клюв приходится клинить в трещины в скальной. Соответственно, на клюв нагрузка высокая, и здесь уже кованый клюв, он просто обязателен, прессованных вообще невозможно. И нагрузка на излом поперечная. Практически у всех производителей на клювы для инструментов выше, чем на все остальные. Вот в частности, например, вот этот инструмент, он довольно много использовался этой зимой для микста. Вот вы видите, что он, мягко говоря, не острый, а во-вторых, он гнутый. То есть клюв, он, конечно, потихонечку из строя выходит. При том, что все технические инструменты, в общем, они могут снабжаться как лопаткой, так и молотком, имейте в виду, что, например, для скальных ключев, конечно, это лучше, чем ничего, но, в общем, забивать им что-то всерьез довольно сложно. То есть в качестве там вспомогательного, для выбивания второму, если этих ключев не очень много, еще в зависимости от модели, то есть, например, вот этим выбивать на порядок проще, чем вот этим. А врагам можно еще предложить инструмент кварк, пускай им повыбивают. Это, в принципе, этот молоток, он более вспомогательный, чем реальный. Если вы выбираете инструмент себе для, скажем так, более ледолазания, то есть не столько альпинизма, сколько ледолазания, молоток вам будет лучше, чем лопатка. По какой причине? Когда инструмент вылетает из-за льда и летит к вам, то лучше он летит молотком, чем лопаткой. Ну, то есть, это, опять же, не очень довольно серьезный совет, в том плане, что травм от лопатки их много. Ну, просто даже в моей практике очень много. У разных людей там шрамы, мама не горит. Соответственно, здесь отделаетесь синяком. Для гор очень рекомендую иметь минимум один инструмент с лопаткой. Для чего? Когда мы сейчас дальше будем говорить, как мы там обеспечиваем страховку на льду, когда мы готовим место для льдобура, а готовить его надо в обязательном порядке, нельзя просто крутить в дикий лед льдобур, чаще всего, делать это лопаткой в три раза быстрее и в два раза проще, чем делать это чего-нибудь другим. Соответственно, лопатка для альпинизма, она штука необходима. Все инструменты имеют съемный клюв, ну, практически все. Соответственно, с собой и там в ледолазные всякие трипы, и в альпинизме, там на восхождениях обязательно нужно иметь набор, если клюв откручивается ключом, то обязательно нужно иметь с собой ключ, потому что сломанный клюв это такая некая обыденность нашей жизни. Какие бывают... А, ну, опять же, некоторые инструменты, добрые производители, позволяют их откручивать без ключа. Это очень хороший такой момент. Например, вот у Black Diamond здесь такие большие болты, их можно открутить клювом другого инструмента. В принципе, большой бонус. Ну, это мелочь, но просто так имейте в виду. Дальше. Клювы. Какие бывают? Ну, если по простоте так совсем, то клюв бывают, наверное, трех видов. Можно такие три больших класса отличить. В первую очередь, это миксовые клювы для работы на тонком льду. Тонком в смысле, что тонкий слой льда, под ним скала. То есть, очень часто приходится клинить клюв где-то в трещинах. Клюв часто работает на излом, на излом пропеллером. То есть, ну, разнообразные варианты именно использования клюва так или иначе в скальном рельефе. Они самые толстые именно по толщине пластины. Самые толстые вот в этом измерении. То есть, это самые такие толстые мощные клювы. Почему бы их не использовать тогда везде, казалось бы? К сожалению, в деликатном льду он довольно сильно выкалывает. Выкалывает такие здоровые линзы. То есть, это вообще проблема инструментов. Там, в зависимости от заточки, инструменты практически все имеют тенденцию выкалывать достаточно большие объемы льда. Соответственно, миксовый клюв на сложенном льду, особенно на перемороженном льду, имеет тенденцию выкалывать их в товарных количествах. Очень большие. Соответственно, если у нас особого микста не намеревается, вот здесь вот все инструменты у меня с более-менее универсальными клювами. Да. Вот этот вот более каскадный. Ну, тоже более-менее универсальный вариант. Соответственно, это самые распространенные варианты. То есть, более тонкий клюв. В целом, чаще всего, современная заточка подразумевает заточку под фифу. То есть, последний зуб практически сточен. И получается такой носик для дороги с довольно сильным углом атаки. В принципе, если посмотреть, у всех инструментов есть вот такой носик. С чем это связано? При современной технике работы инструмент не столько бьет, не столько рубит лед, сколько именно ставится довольно хлестким ударом. То есть, при вот таком остром угле атаки самого кончика инструмента, он очень эффективно встает в лед, практически как фифа. И дальше уже входит при нагрузке в лед сам. То есть, это гораздо проще, гораздо меньше устают руки при такой заточке. Дальше. Какие бывают особенные заточки, которые вам могут встретиться? Вот здесь сейчас у меня клювы заточены под летний лед. Какая будет особенность, если вы, например, идете на зимнее восхождение, и вам предстоит достаточно много зимнего льда? Что это такое? Зимний лед, он в первую очередь очень твердый. В связи с этим мы... твердый и хрупкий. В связи с этим возникает такая постоянная проблема. Во-первых, не закрутить бур. Ну, очень сложно закрутить бур. Титановые буры в такой ситуации не идут вовсе. Необходимо только стальные буры. А инструменты с толстыми клювами или там плохо заточены, они не столько встают, не столько вырубаются в лед, сколько именно выкалывают такие огромные линзы неприятные. Соответственно, для зимнего льда чаще всего инструмент затачивают под нож. То есть, сверху затачивается... Вот если здесь заточен только клювик, то верхние примерно 2-3 сантиметра клюва также затачиваются под нож. Просто аккуратненько. И особенные любители затачивают еще и нижнюю часть тоже. В принципе, от этого ничего особо плохого не будет. Он чуть-чуть менее начинает стабильнее стоять. То есть, в принципе, эти вот зубчики созданы для того, чтобы когда вы поставили инструмент уже в лед, он оттуда там стабильно стоял, не дергался. Если затачиваются зубья нижние тоже под нож, вот так вот, то инструмент становится чуть-чуть меньше, менее стабильно стоит, но гораздо проще вынимается. Вязанущий инструмент в зимнем льду, это тоже такая... часто встречающаяся ситуация. Соответственно, под зимний лед, помните, что клюв нужно как минимум сверху затачивать очень хорошо. Так, это, наверное, да, то, что тогда по инструментам. По точкам нагрузки на инструмент. Темляки по классике должны встегиваться, ввязываться, там, как угодно, в головку инструмента. Соответственно, в принципе, нагрузка, нагрузка на штычок, она допустима, но все-таки, когда вы работаете, там, вот сюда вот можно пристраховываться, пристраховывать сами инструменты. Все-таки основная нагрузка, конечно, должна идти вот через эту точку, как основная. Ладно, мы куда-то там полезли с ледорубами или с инструментами, чем будем страховаться? Давайте. А можно пару стов к FIFA? Ой, да, я сейчас еще, во-первых, забыл про это. Хорошая вещь. Мы сейчас, сейчас я про FIFA скажу. Славик, слушай, а у нас же есть FIFA? Да, вон они есть, вон они есть. А, да. Можно тебя попросить достать? Просто чтобы держать в руках то, о чем говорим. Так, сначала то, что здесь, вот это. Когда, ну, я, честно говоря, забыл, потому что все-таки не очень из меня великий ледолаз. Типично то, что мы говорили, это все-таки альпинизм классический. В последнее время ледолазание, в общем, вполне себе набрало обороты. Уже, наверное, даже, может быть, подзакатилось чуть-чуть. В ледолазании, когда речь идет именно о техничном лазании по чаще всего нависаниям, чаще всего, может быть, ильдата там не столь много, то есть идет вопрос о миксовых маршрутах, соответственно, это будут мизера, это будут достаточно нетрадиционные методы нагрузки на инструмент, на клюв и так далее. Уже вопрос классического дизайна здесь вообще не стоит. Соответственно, нужно использовать инструмент зачастую как турник, потому что там на нем и меняют руки, и закидывают сюда пятки, и там можно... нужно иметь возможность поставить кошку на рукоятку инструмента, то есть много разных вариантов использования. Соответственно, рукоятки уже типично ледолазных инструментов, но делаются чаще всего вот такой вот формы. То есть это, во-первых, полностью развернуто, чтобы было удобно за нее держаться и удобно подтягиваться. Во-вторых, с возможностью обязательно сдваивания рук, чтобы можно было комфортно перехватиться в любой ситуации, перехватить правую руку налево на инструменте. Соответственно, вот эти конструкции, опять же, их достаточно много. Каждый производитель, который делает инструменты, обязательно хотя бы одну-то и выпускает. Ну, удел им, в общем, конечно, не горы больше, а чистый спорт, который там где-то на скалах, на сосульках и так далее. FIFA. Ну, вот у меня в руках, честно говоря, не очень ледовая FIFA, скорее скальная, но принцип от этого не меняется. Изобретение... Ну, всегда считается, что это изобретение советских людей. Я, честно говоря, не уверен, но просто не владею точной информацией. Есть подозрение, что не только советские люди с этим делом ходили. Представляет собой просто пластину, по сути дела, да, пластину металла с очень острым, во-первых, с клювом, с очень острым углом атаки. Во-вторых, она затачивается, ну, практически до очень острого состояния. И грузится... Это не ударный инструмент, да, то есть, если инструмент, это... Инструмент, там, молоток, это всё-таки ударная штука, то есть, мы там стараемся хлёстко, не сильно, но бить, то FIFA... FIFA бить нельзя вообще. То есть, это совершенно другая техника работы. FIFA ставят. То есть, классический метод постановки FIFA, да, что мы её ставим на лёд и немножко ведём вниз, подгружая, и FIFA сама за счёт угла атаки входит в лёд. Входит в лёд вот этот острый носик. Соответственно, классическая схема работы альпинистов с FIFA. FIFA крепится к стременам. И когда ставим FIFA, её ногой грузим, она входит в лёд, мы на ней встаём. Следующую FIFA поднимаем, идём так же. Соответственно, так вот на FIFA преодолеваются практически без усилий и достаточно длинные ледовые склоны. В принципе, для ряда маршрутов, например, там в той же Ларче и так далее, с точки зрения экономии сил, FIFA волшебная штука. То есть, люди, которые даже весьма-весьма здоровые ходят их с молотками, устают на два порядка больше, чем неторопливые там второ-перворазрядники, которые потихонечку её проходят с помощью FIFA, не особенно даже у стола. Вещь хорошая. Есть определённые минусы. К сожалению, FIFA сложнее работать на каком-то разнообразном ледовом рельефе. То есть, например, с ней очень плохо проходить в выполаживании. Она стоит на крутом льду и достаточно ровном. То есть, какие-то более сложные агрегаты, там из мороженых сосулек, например, и так далее, с FIFA работать сложнее, чем с инструментом. То есть, инструмент в этом плане более универсален. Но есть много любителей, в принципе, с точки зрения альпинизма, с точки зрения именно экономии сил на маршруте, зачастую эта вещь волшебная. Вопрос спортивности инструмента оставим в стороне, потому что вопрос этики, наверное, сейчас мы в лекцию не уложимся. То есть, получается, такой увеличенный в размерах Skyhook? Ну, в целом, да. Ну, то есть, не совсем Skyhook по идее. То есть, скорее якорь оттуда пришел. Скорее якорь. Но, в общем, смысл тот. Понятно, что там какие-то сложные, миксовые, или там нависающие, или даже, в общем, серьезные гулоты с ней, в общем, проходить гораздо сложнее, потому что непонятно, с каким рельефом ты встретишься там. И вполне возможно, можно наткнуться на такую конфигурацию льда, в которой она будет держать либо очень плохо, либо не держать вовсе. Но для ряда маршрутов совершенно точно, я знаю, что они будут значительно лучше молотков. То есть, тут надо быть объективным. Ну, вот это конкретно. Так мы о льду говорим, о льде говорим, да, то есть, я все-таки сейчас говорил о ледовых FIFA. Ну, вот это как раз она более скальная. То есть, фишка в чем, что так же, как и скальные крючи, так же, как и якорные крючи, которые мы в прошлый раз смотрели, FIFA может вполне работать на скал. Этой веянию первым делом дали, конечно, Краснояры, наверное, действия. И, в общем, достаточно успешно. То есть, опять же, есть ряд рельефов с ложных, нависающих, с трещинами, где не очень понятно, как их зачастую проходить, которые на ИТО с FIFA идутся очень-очень быстро. Но вот эта FIFA конкретно, она, в общем-то, Андреем, делана для ИТО. Конкретно об этой FIFA ничего не могу пока сказать, я ее не пробовал. Но есть человек, который, ну, как сказать, достаточно опытный, и мнение которого обычно я прислушиваюсь, который я очень сильно похвалил. То есть, для скальных маршрутов, в принципе, можно ее, наверное, рекомендовать. Но я сейчас из других, из чужих слов, я сам ее не пробовал, не знаю. В принципе, Андрей редко делает совсем уж фиговые штуки. По поводу материалов, здесь можно быть точно абсолютно уверенным. То есть, материалы гнули, ломали, там, над клювом издевались как могли. То есть, нагрузку он выдерживает очень большую. Соответственно, всякие варианты заклинивания, вплоть до подтягивания на этом клюве при загибе его пропеллером, в принципе, он выдерживает без проблем. То есть, сам девайс вот этот, он, конечно, более скальный, чем ледолазный. Ледолазная FIFO немножко другой конфигурации. Иногда у FIFO есть еще один такой грех. Она очень плохо, ну, очень плохо, это значит, что практически никак. Не держит на фирме, и все, не держит вовсе. Соответственно, для того, чтобы она держала на фирме, иногда к верхней части FIFO приваривают такую площадку. Она треугольной формы получается. И тогда носик работает, когда FIFO работает на снегу, и когда она приходит ставить ее на фирм, за счет этой уширенной лопатки, она тоже все-таки так или иначе держит. Ну, вот как бы такой девайс. Моя нелюбовь к ней, она исключительно эмоциональна. Ну, не могу с собой ничего поделать. Так. А, ну ладно, передобором придет чуть-чуть позже. Что в руках, мы более-менее поняли, что у нас на ногах. В принципе, вот там вот есть новые варианты. Ну, чтобы, опять же, быть до конца честным, будем действовать с тем, что у нас есть такого. Кошки. Собственно, что это, что за девайс, чего-чего, как используют. Некая фигня, которая одевается на ноги для того, чтобы мы не скользили по льду, так если по-человечески сказать. Первоначально, ну, наверное, одно из самых первых изобретений альпинистов вместе с ледорубом, да, это, в общем, совершенно необходимый девайс для преодолевания, для преодоления ледняков. Первоначально были кованые когда-то. Тяжелые, страшные. Сейчас сильно шагнули вперед. Соответственно, кошка. Так или иначе, девайс, который должен крепиться на ботинке, вот эти скобы, в данном случае, служат как раз для крепления на ботинке, и с тем или иным количеством зубьев. Чаще всего кошки разделяют для простоты по количеству зубьев. Десяти зуб, ну, там, четырех зубы, восьми зубы, десяти зубы, двенадцати и четырнадцати. Соответственно, все, что до десяти зубов, чаще всего это прогулочные кошки для пологих ледников, для сноубордистов, которым там надо что-то пробежать не сильно сложные, не сильно тяжелые, чаще всего по фирму. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, десяти зубы кошки для самого простого рельефа, чаще всего зубы делаются короткими, то есть, в принципе, больших нагрузок они не подразумевают. И крепление кошки к ботинку подразумевает крепление кошки к мягкому ботинку. Что это такое? Ну, потом, можно будет достать там, посмотреть. Смысл в чем? Что кошка к ботинку будет крепиться не так, как здесь, вот какими-то страшными девайсами, а будет крепиться либо ремнями, либо такими специальными пластиковыми, ну, тоже, в общем, ремнями, либо полиамидными, либо пластиковыми. И позволяет крепление на любой ботинок. Ну, скажем, такой. Или, скажем, на кроссовку. То есть, в принципе, все равно. Задача в том, чтобы вы смогли одеть кошку на любой ботинок, включая, например, сноубордический башмак. Ну, минимальные нагрузки и максимальная адаптация под любую форму обуви. Соответственно, 12-ти зубы окошко. Все-таки придется достать, потому что форму зубов я на фальсик не распрою. Б-кошко. Ну, вот самая популярная конструкция у меня сейчас в руках. Соответственно, зуби уже достаточно длинные. Передние зуби, передние четыре зуба, достаточно агрессивный угол. Что нам позволяет это делать? Например, если в сравнении с 10-ти зубами кошками, чаще всего зубы сильно развернуты вот в эту сторону, вниз. Почему? 10-ти зубы кошки и более простые предназначены для хождения по-ровному. Когда у нас стенка не перед носом, а под ногами все-таки. Соответственно, для более агрессивного рельефа необходим более загнутые зуби. Вот они смотрят нас вперед. Передние зуби, передние четыре зуба позволяют нам идти по достаточно крутому рельефу, не сильно напрягая ногу. G-12. Уникальный. Ну, в принципе, конструкция достаточно простая. Но дело в том, что они уже без меня не много лет. И, в принципе, позволяют достаточно универсально ходить, но очень широкий диапазон категорий. То есть, начиная от начальных, кончая, ну, в общем, наверное, четверками-пятерками еще вполне допустимо. Соответственно, чем они отличаются от более серьезных моделей кошек? Это, в первую очередь, формы передних зубов. Во-первых, вся кошка изготовлена из прессованного металла. Соответственно, передние зубья, они тоже представляют собой пластину, развернутую вот в горизонтальной плоскости. Из-за этого на фирме, на фирмовых склонах кошки достаточно четко стабилизируются. То есть, они не съезжают, не прорезают склон на фирмовых склонах. Стабильно будут стоять на льду, но, естественно, какие-то ледовые стенки на них будут проходить, особенно если они длинные, чуть-чуть сложнее. Из-за того, что зубы будут чуть-чуть сложнее вгоняться в лед. И то, с чего мы начали... А, у меня все монозубы. Не суть. С чего мы начали, это кошки уже либо для сложных ледовых восхождений, либо для ледолазни и так далее. В первую очередь, отличие их будет в форме передних зубьев. Вот у меня все кошки переставлены на монозуб, хотя, в принципе, конечно, классика. Это здесь будут торчать два вот таких вот зуба кованых. Так как здесь нагрузка на кошку уже достаточно большая, и, в принципе, она вполне себе сравнима с нагрузкой на клюв инструмента, клювы здесь нельзя делать прессованными. То есть, металл под высокими нагрузками начнет гнуться, ну, в плохом случае ломаться. В принципе, хорошие кошки ломаться не должны, но гнуться уже может. То есть, нагрузка будет слишком высокая. Кованые зубья, во-первых, во-вторых, развернуты уже так же, как клюв инструмента. Соответственно, кошка, это, по сути дела, будет уже такого рода кошка, будет такими инструментами у вас на ногах. Бывают два, две принципиально разных конструкции кошек. Это кошка, так называемая, ну, в общем, ее можно назвать мягкой, то есть, сделана из двух пластин, ну, из двух отдельных частей, пяточной и носочной, которые соединены планкой. И кошка платформенная, то есть, это представляет собой единую платформу, которая уже жестко ставится на ботинок. В целом, кошки мягкие, особенно если мы их ставим на не мега жесткий ботинок, гораздо удобнее для хождения по пологому рельефу. То есть, вот, эта кошка требует, ну, определенной, определенной сложности рельеф, конечно, требует. То есть, ходить в них по пологим ледникам, даже если забудем про то, про разницу в цене и, как бы, нафига, козе баян, фардон за выражение, в этой кошке будет неудобно, просто неудобно, из-за более длинных зубьев, из-за более жесткой геометрии. То есть, в целом, будет более неудобно. Поэтому не нужно выбирать себе кошки самые-самые сверхнавороченные. Может, они вам не нужны, это сбережет вам энную сумму денег и реально будет удобнее. Дальше, антиподлипы. Ну, собственно, здесь вполне можно. В целом, классическая конструкция кошек, конечно, она без всяких антиподлипов, то есть, это чисто металлическая структура. Вечная проблема, была и есть, это то, что кошкам всегда подлипает мокрый снег. За счет того, что кошки все и платформенные, и мягкие имеют вот такую вот конструкцию параллельных пластин по бокам, то есть, зубья, по сути дела, собой представляют какую-то рельефную параллельную пластину. Когда мы идем по леднику, там, с мокрым снегом, да, в общем, с сухим снегом, неважно, вот сюда вот налипает достаточно большой слой снега, и в плохом, в плохом случае, он налипает такой толстый, что уже зубья не достают до льда. В таком варианте кошка перестает выполнять свою основную работу, перестает давать нам стабильность на льду. То есть, в этом варианте можно легко поскользнуться, улететь, усвистеть и так далее. То есть, в общем, будет достаточно печально. Для того, чтобы этого не происходило, на нижнюю часть кошки раньше ставили пластиковые такие специальные заглушки, потом резиновые, потом были специальные антиподлипы. Сейчас практически все кошки, которые вы сможете найти в магазинах, практически все, уже снабжены природными антиподлипами. Это большой-большой плюс, потому что без антиподлипов, в общем-то, в горах ходить не стоит. Сильно-сильно это печально. Соответственно, вот здесь эти кошки, которые у меня в руках, у них антиподлип, он такой, более хитрый. Благодаря вот такой вот пузырю здесь, когда мы наступаем на кошку, пузырь вот так вот прогибается, ну, если мы там на каком-то рельефе, и на обратном движении, когда мы поднимаем ногу, он просто сбрасывает весь снег, который здесь налипает. То есть, на этой кошке практически вообще снега не налипает. Ну, понятно, если вдруг так случилось и все-таки какой-то подлип возникает, самое частое действие – это удар штучком ледороба по коже. В принципе, в плохих ситуациях это приходится делать на каждом шагу. Так, по типу крепления к ботинку. Как я уже сказал, на самых простых кошках оно универсальное, то есть, сделано из ремней, так что может крепиться на любой ботинок, не обязательно даже, в общем, особо альпинистский. Следующий вариант крепления – это аналогичный мягкий вариант крепления ремнями на ботинок спереди, тем не менее, лягушка сзади. Ну, вот так покажу. У ряда альпинистских ботинок есть вот такая специальная платформа сзади, но полностью ровный рант спереди. Соответственно, полужесткие кошки, то есть, с жестким креплением сзади и с мягким креплением спереди, ну, серединка наполовинку. То есть, подразумевается под уже достаточно, возможно, сложные маршруты, достаточно сложный лед, но не подразумевающий какие-то ледолазные пассажи там и ежи с ним. То есть, в целом, более жесткая посадка на ботинок по сравнению с мягким креплением уже там позволяет ходить в серьезные категории, но еще не самый то. Достаточно распространенный, наверное, все-таки самый распространенный вариант крепления альпинистских кошек к ботинку – это полностью жесткий вариант. Соответственно, это две специальных платформы спереди и сзади ботинка, и кошка, благодаря вот этим вот клипсам спереди и сзади, будет жестко сажаться на ботинок. Не знаю, дойдет для размера, но угар сейчас вставлю. Ну, не очень сейчас. Вот, наоборот. Слабо бы сейчас это более-менее легко регулируется. Кошка левая, а ботинок правый. Абстан, все равно. Может, лучше взять... Да, быстрее. Так, вот так вот жестко фиксируется кошка на ботинке. В принципе, никаких... Дополнительно пятка, фиксируется вот эта лягушка сзади, фиксируется еще стропой, для того, чтобы она случайно вот так вот таким макаром не отщелкнула. Соответственно, в принципе, вот эта стропа выполняет, ну, только такой подстраховочный вариант, то есть большой нагрузки она не несет. Соответственно, когда... Чаще всего, все-таки чаще всего вы сталкиваетесь с тем, что у кошки зуба передних два. Ну, это такой самый часто встречающийся альпинистский вариант. В целом, для микста, для какого-то более сложного льда, сейчас все больше и больше народу переставляет так называемый монозуб. То есть у кошки, практически у всех технических кошек, есть возможность снять зубы, поменять, чаще всего поставить зуб один. Что это дает? На миксте, на работе на скальном рельефе, это дает больше удобства, потому что можно уже использовать его в качестве, ну, скажем так, по более скалолазной технике, то есть вполне спокойно подкручивать его на зацепках, там, на какие-то маленькие точки ставить, что два зуба, к сожалению, не дают, потому что ногу можно ставить только перпендикулярно скале, иначе один зуб будет отбрасывать второй. Соответственно, для ледолаз, для сложного рельефа монозуб это преимущество большое. Соответственно, что мы смотрим на кошку, когда там выбираем под себя или вообще пытаемся понять, хорошая, плохая и так далее. В первую очередь, смотрим материал, подходит ли он нам. Кошки бывают дюралевые, но подразумевается, что дюралевые кошки, это кошки для мега облегченной, либо для высоты, либо для сноубордических, там, скитурных восхождений. То есть в той ситуации, когда кошка ни при каких обстоятельствах не попадает на скальный рельеф, на осыпь, на что угодно. Потому что на таком рельефе она стачивается за одно восхождение до нуля. То есть, в принципе, бывали случаи. Поэтому, если подразумеваем все-таки альпинизм, выбираем кошку только стальную, дальше по категории ботинка, ну, чаще всего, конечно, мы смотрим от того, что у вас есть на ногах. Если вдруг есть возможность, все-таки есть желание экипироваться на, скажем так, с опережением, на более сложные маршруты, то нужно ориентироваться на жесткое крепление кошек, соответственно, на жесткие ботинки. Но, в принципе, это не есть догма. Вполне нормально можно работать на рельефе, весьма сложном, с полужестким креплением. То есть, с лягушкой на пятки и с мягким креплением на носке. Спасибо.